В институте системного программирования разрабатываются два инструмента. Один из них — Slice — это статистический организатор для языков различных посредителей для Java. Он вообще выполняет достаточно большое количество различных анализов, в том числе и анализ кода, для которого применяется статистическое символное выполнение. Второй инструмент — это anxiety, который реализует подход генерического символного выполнения для того, чтобы генерировать новые дни по имени. Значит, первый раздел — это про то, как Solver, собственно, используется в активном выполнении. Значит, целью анализа чувствительного путя является окружение ошибок в условном коде, которые проявляются только на некоторых путях выполнения программ. Например, вот приведённый фрагмент кода, ну, не кода, а вот от управления программой, он подозрит на ошибку в основном для его указания. Понятно, что она возникает, как если мы каждый раз будем идти по правой лете, и для того чтобы понять вообще выполненный путь, когда мы идем в основном для правой лете, анализатор вычисляет условия ошибки, для этого в каждой точке мы поддерживаем, собственно, условия управления указателя и предъявку shift. Вот, например, в самой верхней точке, понятно, предъявка пути — z, 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 z. В месте, где несколько летвей сливаются от одного в одну, мы также выполняем слияние состояния, то есть условия управления указателя из правой ветви — это a, z, а из левой ветви — это folks, понятно, потому что она когда-то неопытается. И предъявка пути, соответственно, не зависит от того подобного пути по правому программу, это shift, и он будет просто z, z, z. Таким образом, мы выходим до нескольких указателей разруминаловаться и там проверяем на совместность условий достиженности этой точки, условия возникновения ошибки для достижения указателя и, собственно, непосредственно условия того, что проверяем в лиду. Ну, можно видеть, что в приведенном фрагменте эта система условий не совместна, поэтому ошибки не традиционны. Собственно, потом реализован вообще анализ с LACE. Значит, межконфидурный анализ выполняется от листов корня. Каждая функция анализируется так, как так, что было показано, и результат анализ функции записывается в его так называемое резюме, в котором содержится информация о результате анализ этой функции. Резюме используют вызывающие функции. Таким образом, возникает первая особенность, то, что чем больше анализ продвигается, тем более массивнее занимаются эти резюме, и тем самым действием на эту формулу, которую мы дальше будем проверять. Вторая особенность – это то, что резюме могут стать настолько большими, что оно вообще начнет в какой-то момент операции, вообще не будет рассыпать. И из-за этого, конечно, теряются некоторые предупреждения, которые, если нет, полный потенциально будут идти, но не выголок из-за того, что толстой выгодитель. И третья особенность – это то, что вообще свои сработы это выглядит много раз на детекторах, и так как некоторые результаты анализируют похожие участки года или одинаковые вообще, то и формулы тоже могут выглядеть, что получаются похожи или одинаковые. В частности, например, у многих формул есть какой-то единообщий по формулам, и это можно как-то использовать при решении. Говоря о динамическом своем выполнении, его цель – это генерировать новые пути. Ну вот, например, на том же самом примере у нас был путь показан синем, который мы прошли. Мы обозначаем за C условия, которые находятся в операторе ответвления, и за D – это условия, которые накладывают другие операторы, которые находятся в верхней операторе ответвления. Таким образом, мы можем попытаться инвертировать каждый из условий C для получения нового пути. Соответственно, C3, C2 и C1. Но когда мы инвертируем одно из условий ответвления, все, что происходит дальше, мы не знаем, потому что программа в этом тюрьмичке шла. Поэтому вот получаются три таких новых условия ответвления. Ну, про то, как это делал на онсайте, я немножко уже перекликаю с тем самым докладом. Изначально есть какой-то вход. Возможно, файрится здесь, например. Он подается, собственно, трейсеру, который в онлайн программу снимает трассу. Затем по этой трассе строятся условия пути, и там инвестируются условия пути отлично. Получается либо несколько запросов с соловьем, либо один большой ингредиентальный запрос, про который будет чуть-чуть позднее, который подается с соловьем, собственно. И если этот запрос, эта формула выполнима, то мы получаем на выходе модель, по которой мы можем строить новые пути. Соответственно, одна из особенностей инструмента в том, что сгенерированные пути и сгенерированные трассы хранятся независимыми кучами, из которых можно брать элементы и можно сфокусировать работу инструмента либо на том, чтобы сгенерировать как можно больше трасс из увеличившихся входов, либо сгенерировать как можно больше входов из увеличившихся трасс уже. Соответственно, это конечная цель, конечно, это получить немного больше трассы и проверить много больших ошибок, например, каких-то падений программ или завершений. Генерация большого числа отходов может помочь отобрать более хорошие отходы, которые дадут какие-то лучшие трассы, чтобы дальше с ним было получше. Ну, с точки зрения Solver, значит, мы строим формулы в теории BFB, в принципе, без квантерной теории литл-фектара. Но, в принципе, наши инструменты могут использовать и схожие теории, смешанные, например, довольно красивые туда. Обычно инструменты используют модели, которые дадут Solver, но для разных связей. Свейс строит трассы ошибки по получениям AGI, а инзаиция использует модель, то чтобы гонировать новые пути. Одно достаточно важное отличие состоит в том, как им генерируются формулы. То есть, если мы рассмотрим инзаиция, то там для одного пути вы получаете сразу множество запросов. Соответственно, например, если взять какую-то условную точку программ, если человек будет стоить несколько путей, то для каждого пути будет несколько формул. Для своей службы, например, в точке, где несколько путей сходятся, она объединяет состояние в одном пути и в другом пути, и на выходе получается одна единственная формула, но при этом объединяющая свойства этих путей, то есть довольно сложная. Дальше я поговорю о некоторых деталях и технические сложности, с которыми столкнулись. Мы посчитали, что они достаточно интересные базы. Во-первых, это то, как режим использования солдера. Можно использовать солдер через его гид, интегрируя в процесс анализа основной. Либо запускать для солдера отдельный процесс, с которым коммуницировать. Проблема интеграции солдера в процесс анализа в том, что если он упадет, завершится временно, то может быть очень сложно это обработать, и это может вызвать просто-напросто завершение процесс анализа. Что тренинг делается, поэтому приходится запускать солдера отдельно и с ними общаться. Это, конечно, влечет с собой накладные расходы, вроде перевода в прорежущее расходование, используется 2, которые поддерживаются почти 7 солдеров. Но зато нам помогает обрабатывать ошибки солдера. Дальше многие солдеры поддерживают режим работы интерактивный, когда после одной формулы вызывается команда reset, и можно подавать ему новую формулу и дизайнеру решать, безусловно того, что он начал дать. Почти все солдеры поддерживают режим, и он помогает мне создавать процесс каждый раз самую формулу. Учитывая то, что у наших формул создается процесс анализов очень-очень много, в наших тестах это помогло сократить вкладные расходы где-то на 30 даже процентов от времени решения формулы. Так что это очень важно. Следующая такая небольшая проблема, с которой мы столкнулись, в том, что вообще для... Разорвался стандарт SMP2 для того, чтобы было просто использовать различные солдеры в программе и переходить с одного к другой. Но проблема в том, что все-таки разработчики солдеров его трактуют несколько по-разному, и поэтому для перехода с одного солдера на другой, кстати, требуется зачастую достаточно приличная его работа, чтобы превратить формулу в понятный вид для сильного солдера. Ну, например, какие-то солдеры понимают анандарды, англ, какие-то не понимают, и, в общем, это немножко смазывает, конечно, предназначение этого стандарта. Дальше детали, относящиеся к свойствам. Не так много солдеров поддерживает параллельный режим работы. С одной стороны, свечи это не очень быстро, потому что в большинство времени анализ не так параллельный. Но, когда мы переключаемся к концу анализа и принимаемся по графу в вызову, могут возникать ситуации, когда функций в очереди нет, доступных для анализа. Следующая функция для анализа использует данные у всех предыдущих. И такие места получаются довольно большие. И с самым узким местом в них является именно время ожидания, пока солдер решится. Поэтому, если бы солдеры могли хорошо, эффективно работать параллельно, это было бы не было. Вторая деталь, это то, что с вейси получалось очень много иногда запросов. Я уже упоминал, что и чекеры, и раз, и я создаю иногда запросы. И поэтому мы кэшировали эти запросы, и за счет этого получили выигрыш больше, чем 20% времени решения. Это просто то, что можно учитывать. Например, разрабатывать схожи в сюжетах. Еще одна деталь, я также упоминал сегодня в одном из договоров. Это то, что статистическая анализа, с вейси, он детальнирован. То есть, при разных запусках на одном тоже проекте, он вернет одни и те же результаты. Это требование должно быть к солдеру. Таким образом, он не должен опираться на какие-то лимиты времени просто процессорные. Должен ли какой-то другой способ задать ему лимит времени работы, который придет его работу всегда в одном и том состоянии, независимый план, от какой машине, например, распускал. Но, к сожалению, очень мало солдеров нормально поддерживает. И, наверное, только за три делать это хорошо, так что это можно еще. В проэнсайте мы можем, как уже упоминалось, использовать инкрементальные работы солдеров, когда вместо нескольких формул подается одна большая формула, которая и для решения этих маленьких формул используется и в общей части. Таким образом, может у нас очень сильно ускорить время решение формул суммарное, об этом тоже будет немножко таком. И еще мы заметили то, что для кримичного символа выполнения играет роль в том, какую модель будет рассолдать. Так как ничего не известно при построении пути о том, что пойдет после измененного условия употребления, то какая модель будет выбрана, она может уйти на дальнейшую трассу. И какие-то модели дают более интересные трассы, какие-то интересные, и какие-то интересные. Переходим к сравнению солдеров. Мы для наших инструментов отобрали некоторое число решателей, чтобы их протестировать и исправить их по примеру и некоторым другим проектам. Здесь приведены участники ежегодного SMT-компетишн'а 18-го года, среди которых мы выбрали те, которые доступны для бесплатно-скорежческой использования, и протестировали их на наших проектах. Мы написали специальный скрипт, который моделировал работу наших инструментов, т.е. сначала запросы, которые генерируют инструменты, были залогированы, и дальше скрипт тоже запускал несколько параллельных рабочих процессов солдеров, считывал сам запросы, выдавал их через Python, и контролировал работу солдеров, т.е. право их ответа, перезапускал их, если совершать какие-то ошибки, или приносил какие-то рейки. Здесь в этой таблице можно видеть статистику запросов для свейса. Видно, что аналогность здесь — это те запросы, которые не успели вложиться во время. Мы давали лимит времени 90 секунд, что примерно равно лимиту времени такому рабочему для свейса. Ну, видно, что ответы одинаковые абсолютно, кроме SMT-4, который просто очень большой опыта не успел решить. Аналогичная таблица для anxiety. Здесь был тот же лимит времени, и все солдеры с правильными задачами одинаковы. Да, здесь, во-первых, нужно ответить, что мы, кроме относительно новой версии SMT-3, 4, 8, 5, наверное, прошла бы и тестировали кодис Carver, который у нас использовался свейс на момент, когда мы делали эти запуски. И что в anxiety мы дополнительно тестировали булектор в отличие свейса. Это связано с тем, что булектор не поддерживает reset, и поэтому под режимом работы свейса появились новые проблемы. Т.е. когда мы этот процесс сдерживаем, и его сбрасываем из того, чтобы перезапускать. В anxiety же каждый раз процесс перезапускает для решения новой формулы, поэтому булектор не было продвижения. Здесь можно видеть, собственно, суммарное время работы, которое понадобилось в завершении текст 160 тысяч запросов касается лица. Ну, видно, что вот сейчас работает полтора раза быстрее на ЧП, два раза быстрее на ЧП, два раза на ЧП. Ну, можно отметить, что внезапно более старый вес текст переработает чудеского быстрее. Ну, это может быть связано со всем, чем угодно. Не по нашей задаче, он, конечно, задаче. На этом графике довольно интересный результат наших тестов это распределение времени решения наших запросов. То есть, видно, что наши запросы относительно очень простые. Хотя их очень много, но вот 99% отрешаются в последствии на ЧП. То есть, очень сложно, даже в последствии на ЧП. И это очень важно, так как обычно режим рожатых солдеров не предполагает таких простых задач из такого большого количества. И из-за этого, вот, возникают разные патроны, на которых мы указали. Аналогичные, собственно, графики можно видеть на инзайде. Здесь видно, что питерс еще быстрее работает. Но это связано, собственно, с запросом инзайде. Ну, и похожие графики временной работы. Здесь можно заметить, что концы верхних графиков видны, в отличие от своих сил. Потому что в инзайде, когда мы инвертируем условия инвыкления, мы это делаем до некоторого лимита. Поэтому здесь формулы не получаются очень большими. Свейси же, в принципе, рождают формулы на граничных итогах. Тем, какая программа была. Поэтому там могут получаться суперсамотные формулы. Вот, и числа тех, которые не смогли решиться. Дальше мы провели еще два интересных эксперимента. Во-первых, это инкрементальное решение для инзайде. Как уже упоминалось, мы можем за C обозначить условия выткления, а за D условия, которые доходят другие параметры. И таким образом, из одного пути, например, длиной n, мы можем получить n новых путей, которые написаны нижней запросами. Соответственно, мы можем либо решить n неинкрементальных запросов, либо один большой инструментальный. И вот, попытавшись так сделать, мы получили вот этот трек. Как он получился? Значит, если мы рассмотрим один единственный путь и некоторое число i, и обрезав этот путь на и том условии выткления, попытаться получить с него все пути. Тогда мы решим полученный i и негативный запросов с один инкрементальный, и получим одну единственную точку на этой графике, которая и по горизонтали, отношение времени к вертикали. Если мы для каждого пути переберем все числа i на воза его длины, то мы получим одну какую-то длину. Таким образом, видно, что есть пути, для которых выигрыш от инкрементальности не наблюдается, видимо, потому что у них общая часть сам маленькая. Есть пути, для которых выигрыш от инкрементальности огромный. То есть есть даже пути, которые практически линейно растут. То есть, по сути, это достаточно речительный запрос, а все остальные линейные очень необычные. Второй эксперимент — это была попытка построения портфолио из различных решателей с использованием негативных машинного обучения. Видно, что на запросах с вейса, несмотря на то, что Isis работает в полтора-два раза больше, все-таки часть запросов другие решатели решают лучше, чем. Это можно пытаться использовать, если бы удалось построить идеальный предсказатель, который для любого запроса говорит, каким-то солдерам улучшение. Известный подход довольно широко, наверное, среди подходов солдеров — это сексила, которая в каких-то там годах занимала высокие места в статке бедишни. Это секс солдера, но, в принципе, его подход был адаптирован и для SMP, для бежректоров в частности. Мы рассмотрели несколько таких работ. Особенность заключается в том, что он читал очень тяжелые признаки, когда на это уходил очень много времени, и при этом он не стеснялся сначала запускать солдера несколько раз, то есть сначала такой один, чтобы просто проверить решательную формулу быстро, потом вычитывать признаки. Если предсказы солдерам не справился, он стал запасной, мы же такого себе позволить не можем, потому что наши формулы решаются, может быть, с соной за десятые, за сотые доли секунды. Некоторые даже за тысячные. Поэтому мы попытались учитать только самые грешки хичи, просто из-за нескольких формул, и добавить к ним несколько признаков не совсем связанных с формулой, а доставаемых к ней из процесса анализа. Ну и на этом графике можно видеть, что если бы удалось построить какой-то идеальный предсказатель, он мог бы еще, наверное, процентов на 25 улучшить время относить к инстерсу, но попытки использования нами текстовоматами машинного обучения не так сильно улучшили в результате. В общем, учитывая то, с какими сложностями было бы сопряжено их добавление в инструмент, мы решили, что этот эксперимент не очень дался, что мы договорить не будем, но в принципе, здесь есть пространство для работы. Итак, немножко собирает то, что сказано, про символьное выполнение. Мы получили результат, основной то, что у нас создаётся очень много запросов и в статистическом динамичном символьном выполнении. И при этом большая часть формул, она очень простая, это 6,6 секунды, хотя есть несколько формул, которые невероятно сложны и вообще не решаются за какое-то меняемое время. То есть даже если бы мы это в 90 секунд увеличили, в 10 или в 100 раз все формулы взаимодействуют. Кроме того, большинство из нашей формулы достаточно похожих и могут иметь общие подформулы. И за счёт этого достигается эффективность в использовании инкрементального решения. Плюс к этому, в динамичном символьном выполнении еще одна модель делируемая, и если у решателя будет возможность как поменять это, какую модель выдаёт, это может улучшить. С точки зрения solver, мы увидели, что наши данные работают очень быстро, лучше всех других, что ответы они выдают знаковые. И также мы увидели, что многие функции solver, которые вы бы хотели видеть, уже не реализовывают. Например, машина не зависит или нет времени, его почти не менее нет. Часть solver не поддерживает даже резерв команду, которая для нас казалось очень важна и позволяет экономить очень много времени. Но инкрементальный режим чаще многие solver поддерживают, и это очень важно для нас, потому что за это стоит не работать. Понимаете? Спасибо. Попросы? Как-то можно оценить сложность ваших формул? То есть видно, что динамический анализатор дает такие формулы, которые сейчас справляются. Как-то можно оценить сложность? Ну, сложность оценить, не знаю, в размере или в том, сколько времени тратят на solver. То есть, они, конечно, если увеличивают динамический режим до бесконечности, то, в общем-то, все формулы будут решить. Получилось что-то, и на месте сделанные вполне все формулы решены, возможно, потому что они действительно большие, динамический режим и в тот время он оказался достаточно большим, чем все еще. Ну, вот. Я не знаю, наверное, про сложность это большие вот эти графики. А по использованию теории, 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 то есть все поддерживаются? Мы используем в обоих инструментах как основную теорию итерогректора. И эта теория поддерживается ну, почти 7 слов. Сейчас. То есть, это не очень хорошо. Спасибо большое за доклад. У меня твой вопрос. Вы приводили пример как работала САДЗИЛа. Вы сказали, там, он сначала одним словом, а потом другим. Вы сказали, что для вас это не подошло, потому что у вас задача формулы слишком маленькие. Это потому что данный подход испыточен, и проверяли ли вы его автомобиль в каком САДЗИЛе, насколько оно вас замедляло? Или, может, он там какой-то другой выключен не подошел? Ну, непосредственно вот в том же самом виде мы его не проверяли, то есть все эти производители считали, как бы там был основной момент, который отмечен в статистике, что там, в принципе, работают с формулами, у которых все время решения где-то в десятых климах. А то есть, для наших формул, которые время решения в десятые три секунды, мы бы просто больше, чем эти десятые три секунды, которые мы купили на подсчет записанных там признаков формул. Спасибо. Сейчас за вопрос обниму. Спасибо за доклад. У меня общий вопрос про солдеры и статические анализаторы исходного кода. Насколько я знаю, они, статические анализаторы, плохо относятся к рекурсии. То есть, если с явной рекурсией что-то они могут сделать, когда встречается неявная рекурсия, то там целые метки преуществления как бы совсем могут удаляться. А солдеры могут помочь исправить ситуацию? Проводили какие-то исследования? Ну, непосредственно в этой работе, да? Вообще, ну, естественно, это загруженность, наверное, сказать, но, в принципе, для того, чтобы рекурсивные какие-то условия подавать слова, их нужно сначала описать, для того, чтобы статическому анализу эти условия составить, это тоже, что надо подождать время, работу и свои статьи делать. То есть, это все. Там, входит, стоит некий стат. Небольшое число раз повторений и потом как сякция. То есть, у нас просто не надо, что форму здесь, если с исключением не будет. Спасибо. Тогда, по-группу, имею в виду, и так, и так. Спасибо.